Общественный совет при управлении информатизацией в очередной раз собрался за круглым столом. Первым делом члены совета выбрали председателя. Прежний руководитель Владимир Бакалов пошел на повышение и уехал в Санкт-Петербург. Члены совета проголосовали за кандидатуру Геннадия Брусенцева. Его заместителем избрали Михаила Кабашова. Прошлый год он был в первую очередь не для того, чтобы... Наладить взаимоотношения, чтобы наладилась работа совета. Думаю, что в этом году работа будет эффективнее. Хотя, в частности, во второй половине прошлого года Министерство связи выступило с инициативой... Минкомсвязь, точнее сказать, так они сейчас называются. Выступили с инициативой создания единой мультиселестной сети России. Мы подключались к обсуждению этого вопроса. Были даны наши заключения, наше мнение по этим вопросам. Думаю, что как-то это тоже повлияло на то, что торопиться не стали и решили еще раз как следует все взвесить. Участники телекоммуникационного рынка рассказали о планах капитального строительства сетей связи и прокладки новых коммуникаций. Скорость передачи данных нужно повышать, а зону охвата расширять. Интертантел в 2014 году будет продолжать развитие своей оптической зоновой сети. То есть в планах строительства двух районных центров дополнительных, тем, которые существуют, это к существующим шуе, родникам Вичоке Киниши, появится Заволжск и пока в планах появится, наверное, Тейков. Объем предстоящих работ во многом зависит от процедуры согласований с собственниками тех земельных участков, где предполагается прокладывать коммуникации. Планируют одно, а на деле получается иначе. Как правило, все эти земельные участки находятся а. в аренде, б. находятся эти земли сельскохозяйственного пользования, которые, как бы так сказать, и пользуются ими для обработки именно 0,7 метра в глубину максимума. Кабельные линии связи строятся глубже, и, соответственно, вроде как бы не затрагивают интересы. Но отсутствуют какие-либо нормы, обязывающие этих собственников согласовывать строительство подобных линейных объектов. Законодательной инициативы на эту тему нет, и я считаю, что, в принципе, каким-то образом, хотя бы на уровне Ивановской области эти вещи надо решать. Кроме того, по информации операторов связи, работающих в других регионах в Ивановской области, затраты на различные согласования на 10% выше, чем в соседних областях. Во время встречи участники круглого стола также обозначили множество других проблем. Для детального обсуждения каждой из них потребуется отдельное заседание общественного совета. Первым на повестке дня стоит вопрос взаимодействия операторов сотовой связи с управляющими компаниями. Этой теме планируется посвятить следующее заседание. Продолжение следует...